Здравствуйте! Мы с вами начинаем курс математическое моделирование в почвоведении. Вторая часть. Часть, которая посвящена конкретным моделям, устройствам этих моделей, их работе и даже использованию. Вы будете вместе с нами использовать эти модели. Вот видите, на этом слайде указаны две задачи. Вы их должны решить. Задания мы вам передадим и интерактивно с преподавателями вы решите эти задачи. Меня зовут Шейн Евгений Викторович. Я с кафедры физики и милиарации почв факультета почвоведения. Ну, так как я физик почв, естественно, и модели в основном будут физически обоснованные. Мы сейчас с этим разберемся, какие бывают модели и какой участок среди всего этого многообразия занимают физически обоснованные, или иногда их называют механистические, или иногда их называют детерминистические модели. Но несколько слов о нашем курсе. Итак, вам Ирина Михайловна прочитала первую часть, связанную с общими положениями, с обустройством ряда моделей, с понятиями точности, сложности и так далее, которые повсеместно применяются, и не только в математическом моделировании. Мы же с вами будем заниматься более конкретными вещами, в том числе и моделями. Первая задача у вас будет посвящена процедуре аппроксимации с множественными атрибутами, связанными со статистическими исследованиями. Вторая задача будет связана с движением воды, движением влаги. Тоже, в общем-то, типичная задача для современной физики почв, которая занимается вопросами движения влаги, солей, тепла, воздуха, ну и, соответственно, оптимизацией различных почвенных режимов. Это девиз, девиз наших лекций, девиз, который, в общем, в переводе звучит абсолютно точно и уверенно непосредственно к нашему курсу. «Главное не цифры, а понимание. Главное не расчеты, а понимание, которое дает нам математическое моделирование, которое дает нам расчеты. Главное не цифры, а понимание». И в этом смысле, конечно, физически обоснованные модели дают большой простор для понимания явлений, для их уточнения, для их в конечном итоге управления. Итак, мы будем очень многое вспоминать из тех знаний, которые вы уже получили. Вы же все-таки магистры, это курс для магистров, и, конечно, вы должны использовать все уже накопленное за 4 года бакалавриата, должны использовать, тем более, что вы готовитесь стать выпускниками Московского университета. Это гордое звание, которое вы будете нести всю жизнь, надеюсь, достойно, гордо, в любых жизненных ситуациях. Итак, второй момент. В этом момент мы будем заниматься физически обоснованными имитационными математическими моделями, а не аналитическими, статистическими, геометрическими и так далее. Здесь требуется пояснение. Тем более, есть такой конкретный вопрос в билетах, какие бывают модели, физические, аналитические, статистические и так далее. Так вот, аналитические модели, вот видите, здесь указаны аналитические модели. Аналитические модели, как правило, связаны с четким выполнением ряда физических законов. Например, аналитическая модель движения ионов в проводнике – это закон Ома. Закон Ома – это, в принципе, аналитическая модель, выведенная Георгом Омом для течения тока в проводнике. Ну и практически все законы, полученные великими учеными, – это и есть аналитические модели. И их используют, ну как использует закон Ома, закон Киргофа, в общем-то, на кончике пера. Сложные процедуры программирования, сложные процедуры расчетов – такие модели не требуют. Но эти модели мы должны тоже знать, усваивать и использовать. Они лежат в фундаменте многих физических представлений. Статистические модели, чем они отличаются? Статистика вообще штука очень важная, но, с другой стороны, и очень интересная со многими хитрыми карманами. Действительно, статистика опирается, в общем, на такое положение, что то, что было, так и будет. В большинстве случаев так оно и случается. Если мы возьмем большую выборку из чисел, посмотрим в этой выборке закономерности, то в ближайшее время эти закономерности сохранятся. И мы можем использовать статистический аппарат для, например, кратковременных прогнозов. Так и делают. Вся наша прогнозная гидрометеослужба основана в основном на статистических моделях, которые собирают метеостанции, разбросанные по всему земному шару в большом количестве. И чем больше метеостанций, чем больше данных, тем, конечно, надежнее расчеты и прогноз. Как правило, одно сопровождает другое. Статистические модели сопровождают физически обоснованные модели. Но наша атмосфера, приземные слои атмосферы устроены так сложно, там возникают такие сложные вихри, перемешивания, конвекционные струи, что описать это физически взаимосвязанно и ясно пока не представляется довольно четким. Есть отдельные разделы, которые удается описать, но в целом приходится пользоваться статистическими прогнозами. Раз статистика основана на том материале, на том тезисе, что как было, так и будет, то нередки случаи, когда мы попадаем в неточную ситуацию в отношении прогноза статистического. Мы это прекрасно знаем, что прогноз на сегодня, на завтра, это, в общем-то, довольно надежно. И если говорят, что завтра похолодание, то я уж точно достану откуда-нибудь теплую куртку. А вот сегодня говорят, плюс 21 градус, поэтому я и пришел без куртки и радуюсь теплой осени. Но если я захочу узнать, что будет через неделю, через две, через месяц, вот надежности этого прогноза точно нет. Потому что погода и эти движения циклонов, облаков и прочих метеопроисшествий бывают совершенно непредсказуемы, бывают совершенно во времени труднопрогнозируемы. И поэтому долгосрочные прогнозы, в общем, вещь весьма сомнительная. Статистика, которая находит взаимосвязи между явлениями, в том числе взаимосвязи во временном ряду, позволяет сделать достаточно надежными и результаты, и прогнозы, и расчеты. Но первое, при большом количестве данных, то есть при высокой выборке данных. Второе, при ряде условий, связанных с особенностями этой выборки. Ну, вы знаете, это нормальность, то есть нормальное распределение, или распределение подчиняющееся какому-то другому закону. Но в любом случае это большая, объемная, численная выборка. Ну и, конечно же, статистика оперирует рядом чисто статистических законов, которые в некоторых случаях дают основания для доверия, в частности, регрессионный закон. А в некоторых случаях не всегда справедливы. И здесь, конечно, к статистике, я думаю, ученые, занимающиеся статистическим анализом, это понимают, к статистике всегда необходим взгляд физический. Насколько статистика удовлетворяет тем физическим процессам, которые приводят к формированию того или иного явления, формированию почвенных условий. Геометрические модели употребляются сейчас нечасто. Вы знаете, в свое время были модели, например, плотин, которые были уменьшены в тысячу раз, и на этих моделях отрабатывали условия строительства, условия работы этой плотины. Модели самолетов, которые продували в аэротрубах для того, чтобы узнать, как эти самолеты испытывают сопротивление воздушное, какие завихрения дают, какие формируют турбулентные потоки. Сейчас это, конечно же, тоже есть, но, как правило, эти геометрические модели сопровождаются изучением тех физических явлений, которые возникают при геометрическом моделировании, и впоследствии, опять-таки, приходится применять физически обоснованные модели. Значит, еще момент. Две программы, которые нам точно понадобятся. Это первая, знакомая вам программа «Статистика». Вы, наверное, можете ее и скачать, эту программу. Ну, и задание вы получите в ближайшее время, может быть, не в ноябре, а значительно раньше. Ну, и вторая программа – это программа «Хайдрос». Вот она здесь написана. Она тоже в свободном доступе. Чуть позже я вам покажу адрес, где вы можете скачать эту программу бесплатно, только зарегистрироваться и скачать эту программу. Ну, это программа, известная на весь мир программа, которая рассчитывает движение влаги, солей, воздуха, в гетерогенных системах, в почвах и других природных телах. Программу это используют повсеместно, и не только при почвенных исследованиях. Я широко использую гидрологи, когда необходимо посчитать поток, например, некого водосбора, некого водосбора реки или какого-то оврага, или каких-то других водных явлений, не обязательно связанных с промачиванием или орошением. С орошением? Да. Модель эта используется для орошения, для точного определения сроков и норм полива. Используется также при дренаже, когда нужно определить, точно определить, условия заложения дрен, их частоту, их глубину, посчитать, как это будет связано с гидромодулем, той территории, которую мы осушаем. Все это рассчитывается в данное время уже с помощью математических, физически обоснованных моделей. Ну, примером этого и является Хайдрос. Вести эти задачи будут наши преподаватели, а центральным образом это все стечется к Екатерине Валерьевне Фаустовой. Но хочу вам сказать, что до экзамена такова обычная договоренность. Вы должны решить обе задачи. Если задача или одна из задач не решена, до экзамена не допускаются. Это общее правило. Ну, в общем, получается решение задачи как зачет, как необходимый зачет к экзаменам. Об этом мы с вами договариваемся. Итак, вот эти модели, о которых только что я сказал. Статистика, она в большинстве случаев у вас есть. И Хайдрос, адрес, вы можете его списать. Кликнуть, зарегистрироваться и списать себе эту программу. Она, в общем, довольно демократичная. Идет и на десятых Windows, и на седьмых. В общем, только в редких случаях возникают какие-то машинные проблемы. Литература. Ну, к счастью, у вас уже есть этот учебник. Я не очень далеко буду отходить от этого учебника в комментариях, в примерах и так далее. То есть, основные положения вы можете найти, если у вас возникнут какие-то сомнения, именно в этом учебнике. Ну, к счастью, он есть и на сайте почва.ком. Это наша факультетская библиотека. Там и есть электронный вариант этого учебника. Точно так же, как и электронный вариант второго учебника по прогнозному математическому моделированию учебник, точнее, пособия Якова Арондича Почепского «Математические модели процессов в милиарируемых почвах». Тоже достойно внимания, несмотря на то, что некоторые говорят, что устарел. Нет, это неправда. Это учебник, излагающий основы математических моделей, их использование, то, чем мы будем заниматься. Поэтому обратите внимание и на этот учебник, на это пособие. Итак, тема один. Вот она включает такие вопросы. Эта тема – экспериментальное обеспечение моделей. Экспериментальное обеспечение моделей. Подчеркну, не разнообразных моделей, не статистических моделей, а именно физически обоснованных моделей, в основе которых лежат физические законы. Итак, основные физические законы в моделях переноса. Практически два основных закона лежат в основе всех моделей, моделей, которые физически обоснованы и которые называются детерминистическими. Это закон неразрывности. Вот он здесь изображен. За х мы обозначили переменное состояние. Т – время. Ку – поток этой переменной состоянии. З – это глубина. Это расстояние чисто геометрическое. Итак, это первый закон – закон неразрывности. Мы постараемся его вывести для случая почвенного. Как получается вот такое дифференциальное уравнение. Здесь важно отметить два момента. Во-первых, посмотрите. Видите, здесь частные производные. Буквка D, дифференциал написан курсивом. Это частная производная. Почему частная производная? Потому что дифференцирование происходит как по времени, D, T, так и по расстоянию. Получается, что модель будет изучать динамику как во времени, так и изменение переменной состояния по глубине. Это первый закон. Принципиально, мы чуть позже это увидим, этот закон, закон неразрывности, в принципе, говорит о том, что мы должны соблюдать закон баланса. Но пока нет у нас никаких сомнений в том, что закон баланса где-то, когда-то и как-то нарушается. Во всяком случае, в Солнечной системе закон баланса действует. И все модели используют этот закон как в своей сути, так и для проверки своих решений. Если баланс сходится, значит, модель работает адекватно. И второй закон – это закон потока. Поток любой субстанции – вода, тепло, соли, ну, любой субстанции в почве или вообще в природе – определяется градиентом движущей силы, и некой постоянной величиной коэффициентом проводимости, способностью среды проводить этот поток. Примеров можно привести множество. Закон Дарси, по сути, это вот этот вот закон потока. Точно так же, как и закон Фурье для тепла и другие законы переноса газов, воды, тепла. Это закон потока. Он тоже справедлив для множества явлений. И если, например, закон Ома, нечасто применяемый в почвоведении, все же тоже является аналогом вот этого закона потока, потока ионов. Второе. То, что у нас модели будут называться пространственно распределенные. То есть мы будем иметь вот эту вот характеристику, характеристику изменения переменной состояния по расстоянию dx по dz. То есть мы будем интересоваться вопросами изменения нашей переменной расстояния, переменной состояния по расстоянию. Кроме того, эти модели динамические. Об этом мы уже говорили. Вот этот параметр за это отвечает. И, наконец, эти модели чаще всего сейчас называют имитационными. Именно из-за того, что эти модели требуют специальной математической процедуры. Эту процедуру мы будем изучать. Это так называемый сеточный метод решения в этих моделях. И поэтому, говорят, если вы используете сеточный метод, то, как правило, ваша модель имитационная. И наоборот, если ваша модель имитационная, то вы обязаны практически всегда использовать сеточный метод расчета. Это метод, который основан на специальных численных решениях, не аналитических решениях, а именно численных решениях поставленных задач. Идем дальше и говорим о том, как это все выглядит в почве или в ландшафте. Итак, в ландшафте, в почве, в пространстве это выглядит следующим образом. Х, как мы договорились, это переменное состояние. Вот оно и направлено горизонтально. Z в данном случае, обратите внимание, это глубина. Глубина ось Z направлена вниз. Это глубина. Отметьте, что не всегда за Z понимают именно глубину. Но мы с вами будем обязательно за Z понимать именно ось, направленную вниз. И, наконец, Y в современных трехмерных моделях. Y — это аппликата. И когда дело касается ландшафта, когда дело касается описания трехмерного пространства, конечно же, нужно использовать все три оси. Итак, вот уравнение неразрывности в отношении воды. Если запасы влаги во времени, а запасы влаги во времени — это и есть характеристика водного режима почв, изменение запасов влаги во времени — будет определяться изменением влажности во времени, и будет определяться и разницей входящих и выходящих в потоков в той или иной почвенной толще. Ну и в конечном итоге это выражение, которое здесь написано, преобразуется в выражение Dθ, где θ влажность — это переменное состояние, где θ влажность Dθ по DT, DQ — поток влаги, по DZ. И выглядит это выражение уравнения неразрывности, как изменение влажности определенной толщи почвы во времени пропорционально изменению потока в рассматриваемой толще. Ниже еще приведено одно уравнение, касающееся концентрации. Взгляните, С — здесь концентрация вещества. И если у нас переменное состояние концентрации того или иного иона, а эта задача нередко возникает в геохимии и геофизике тоже, то уравнение практически не меняет свой вид. Только здесь подразумевается поток этого вещества по расстоянию. Как же это уравнение преобразуется, изменяется в наших моделях? Вот это выражение, которое мы исходно использовали, X — переменное состояние, касается того, что все движение вещества происходит вертикально, вверх и вниз. И никаких поступлений вещества или его расхода во время движения вверх или вниз не происходит. Однако так не бывает в жизни. Обязательно есть боковые притоки или боковые оттоки во время передвижения влаги в почвенном профиле. Действительно, если я изображу почвенный профиль вот в таком вот виде, это ноль и его верхняя граница, а это я буду изображать потоки Ку, то во время движения того или иного вещества, воды, солей, будет происходить, во-первых, сорбция, удаление этого вещества. Может вещество еще потребляться растениями. А с другой стороны может происходить растворение из окружающей почвы, например, растворение минералов. И сюда будут поступать какие-то ионы в этот процесс переноса вертикального. Итак, получается, что во время вот этого переноса одномерного мы не сможем избежать никак вот этих вот процессов, процессов отбора или процессов поступления. И все эти процессы обозначаются плюс-минус И, где И – это источник сток. Так он и называется в моделях. Понимаю, что физически здесь могут быть источники и стоки. Источник – сток. Сток – уходит вещество из движения. Источник – поступает туда вещество сбоку откуда-то. Вот поэтому в самом общем виде уравнение неразрывности выглядит вот таким вот образом, где присутствует источник сток в виде вот этой вот заглавной буквы И. Как же вывести уравнение неразрывности? Так, чтобы было понятно вам и всем нам, что уравнение неразрывности по сути является законом баланса. Если мы рассмотрим с вами некий такой вот цилиндрик, это будет объем почвы. Объем почвы дельта Z – это его толщина. А это площадь S. Также обозначено и на этом рисунке. Предположим, сюда какое-то количество вещества Q входящее, а здесь Q выходящее втекает и вытекает. А мы будем с вами рассматривать все в отношении воды, водного баланса. В отношении водного баланса. Заметим, что поток, обозначим сразу Q с подстрочничком В, поток, есть количество вещества, вот там вот оно обозначено, Q с подстрочничком В, отделенное на изменение времени, вельта T и единицу площади. Поток – это количество вещества, протекающее через единицу площади в единицу времени. Такова физическая основа потоков. И вполне понятно, что количество вещества будет равно QV на дельта T на S. Причем, если мы с вами обозначим Q входящая минус Q выходящая, Q входящая минус Q выходящая, эта разность потоков будет равна как раз разности во времени, как здесь и обозначено. Вот видите, Q входящая минус Q выходящая. это будет дельта T, умноженная на, как и показано там, на дельта Z, и на S, и деленная на дельта T и на S. Площади в нашем случае сократятся, и мы с вами получаем в конечном виде, в конечных разностях, дельта QV, деленная на дельта Z, равно, будет равно, изменению вещества тета, дельта тета на дельта T. Изменению влажности во времени. Получилось, что, выводя уравнение неразрывности, мы с вами не использовали никаких других законов, кроме закона баланса. Никуда у нас отсюда вода из нашего объема не девается. Она лишь входит и выходит. Она даже по договоренности не трансформируется в какие-то другие формы. Входит и выходит. И отсюда можно строго записать, что данный цилиндрик рассматриваемый подчиняется закону неразрывности, который будет описываться для влажности законом дельта тета по дельта T равное потоку воды дельта Q, изменение потоков воды входящего и выходящего по дельта Z. И это у нас закон неразрывности. Закон неразрывности. Обычно в физике говорят, если вы что-то вывели, сделали подобные выкладки, как мы вами расписали вот здесь простенькие, правильно ли это или нет, лучше всего проверить, правильно или нет, проверить по размерностям. размерность левой части вот этой части должна соответствовать размерности правой части. Это легко очень сделать. Значит, левая часть это у нас сантиметры водного слоя в сутки, сантиметра водного слоя в сутки ну и деленное на сантиметры сантиметры водного слоя в сутки, деленное на сантиметры. А правая часть у нас поток воды это сантиметры в сутки через единицу площади и тоже на сантиметры и тоже на сантиметры. Оказывается, что левая часть равна правой. Вот здесь это на слайде и указано, что размерности левой части и правой части равны и там и там получается единица на сутки. Таким образом оказывается, что у нас закон неразрывности есть принципиально первый закон для того, чтобы мы могли использовать значение потоков во времени, связывающих пространственно-временные соотношения. Но это закон баланса. Итак, теперь о втором законе, о законе переноса. потока. Я уже этот закон писал, а в отношении воды вспомним, это закон Дарси Д. П. П. Д. З. Это закон Дарси, который обосновал этот закон для процессов фильтрации. и вообще если писать закон Дарси, я должен был бы написать в отношении вот этой величины коэффициента пропорциональности КФ, коэффициент фильтрации. Но так как в почве фильтрационные явления наблюдаются крайне редко, используется в связи с этим модифицированный закон Дарси, то есть закон несколько измененный, модифицированный для ненасыщенной влагой почвы. Чем он отличается, модифицированный закон Дарси? Если в основном законе Дарси дельта П, это перепад гравитационных уровней, перепад гравитационных составляющих, и Дарси говорил, что вода потечет по градиенту напора, ну, так как это все происходит в насыщенной толще, то для ненасыщенной толщи при модификации закона Дарси, модификация, вместо гравитационного давления используется давление капиллярно-сорбционное, то самое давление, которое возникает в почвенных капиллярах за счет менисковых сил, за счет сил сорбционных, сил поверхности твердой фазы, за рубежом его называют матричным давлением, матрикс акшен, вот, но принцип, как ни называй, физически это давление связано с твердой фазой, действительно, и обусловлено капиллярными сапционными силами почвы, это первая модификация, и вторая модификация, вместо константы коэффициента фильтрации, коэффициент фильтрации, это константа для почвы, надо использовать коэффициент влагопроводности, а точнее, не коэффициент влагопроводности, как величина постоянная, а функцию влагопроводности, то есть зависимость коэффициента влагопроводности, в зависимости от коэффициента влагопроводности от давления P капиллярно-сорбционного. И в этом случае получается следующая картина. Если мы здесь обозначим давление капиллярно-сорбционное, по абсолютной величине оно будет увеличиваться, здесь 0 давление, насыщенные условия. Это условия, насыщенные, почва насыщенного. То коэффициент влагопроводности заметно изменяется при увеличении по абсолютной величине капиллярно-сорбционного давления. А вот эта область, это как раз область фильтрации. Для которой справедлив закон Дарси в чистом виде. Для другой области, для ненасыщенной влаги, мы должны модифицировать этот закон, закон Дарси, и представить вот в таком виде, как поток Q с построчничком В, будет равен коэффициенту влагопроводности, К влагопроводности. А в скобочках мы укажем, что это не постоянная величина, а некоторая функция от P капиллярно-сорбционного и умноженного на градиент, где P капиллярно-сорбционного стоит вверху, внизу стоит изменение по расстоянию, и минус единичка указано в этом градиенте. Ну, обычно студенты спрашивают, а при чем здесь минус единица? Почему она так строго в виде конкретного значения влезла вот в это уравнение потока, уравнение Дарси для ненасыщенной почвы? А действительно, если мы рассмотрим нашу почву, я опять рисую поверхность, ноль, это глубина Z почвы. Если есть перепад давления, в одном случае P1 капиллярно-сорбционная, в другом случае P2, дельта P, которая будет двигать воду вот в этом направлении, будет равно P1 минус P2, но в этом случае еще и гравитационная составляющая будет передвигать воду, значит, минус гравитационная составляющая, а гравитационная составляющая будет равна вот этой Z1 минус Z2, то есть дельта Z, деленная на то же самое дельта Z, как у нас и указано в градиенте, то есть минус единичка. Получается, что гравитационная составляющая представляет собой всегда в этом выражении минус единицу. Но подчеркнем два момента, которые важны. Во-первых, первый момент – это тот, что мы капиллярно-сорбционное давление в данном случае измеряем в единицах сантиметра водного столба. Сантиметры водного столба. Именно поэтому у нас и возникает безразмерная единичка. Сантиметры водного столба. Это, конечно, внесистемная единица. Вы знаете, что в системе Си давление изменяется в паскалях. Ну и дальше используются такие единицы, как атмосфера, миллиметр ртутного столба. Ну, нам удобно использовать сантиметры высоту водного столба, который давит на определенную поверхность. Сантиметры водного столба. Почему удобно? А потому что, если мы используем сантиметры и используем расстояние, которое тоже в сантиметрах, получаются безразмерные величины изменения давления ДП в сантиметрах водного столба, деленное на ДЗ в сантиметрах, получается практически безразмерная величина. Очень удобно для всяких математических преобразований, когда у вас величина безразмерная. Это так. Ведь мы с вами работаем в физически обоснованных моделях. Значит, мы должны обязательно соблюдать первое правило физики, первое правило физики гласит это правило размерностей. Обязательно соблюдать необходимые размерности. Только тогда расчеты и предсказания будут правильными. Соблюдать правило размерности. Итак, если мы еще и будем дальше соблюдать правило размерности, то у нас будет возникать по размерностям сантиметры водного столба водного столба это давление влаги. Влажность будет измеряться сантиметр кубический на сантиметр кубический сантиметр кубический воды, подчеркиваю, воды, на сантиметр кубический почвы. И в этом случае возникает, она обозначается в моделях вот такой вот черточкой, безразмерная величина. Видите, сантиметры кубические на сантиметры кубические. Расстояние тоже в сантиметрах, а время у нас ведь по расстоянию и по времени пространственно распределенные модели. А время измеряется в сутках, потому что время необходимо оценивать реально, и для того, чтобы это физически было предоставлено, нам необходимо выбрать ту размерность, которую мы можем человеческим образом как-то представить для того, чтобы понять, что за явление мы рассматриваем. Это, как правило, сутки. Ну и в расчетах это значительно удобнее, потому что не возникает огромных чисел с всякими степенями и подобными неуклюжестями. Итак, размерности, объемная влажность в сутки для времени и для давления влаги – это сантиметры водного столба. И пришла идея о том, что вот это уравнение для потока влаги подставить вот сюда, уравнение неразрывности, чтобы получить единое уравнение, так и было сделано. Взяли уравнение Дарси для ненасыщенной влаги почвы и подставили в уравнение неразрывности. Ну и получили вот такое уравнение, которое на этом слайде обозначено вот таким вот голубым цветом. В левой части дельта тетта по дт, в правой части капиллярно-ассорбционное давление. Но понятно, что решение такого уравнения невозможно. Здесь есть две переменные – и влажность переменная, и давление переменное. И тогда гидрофизики и гидрологи предложили следующий подход. Надо ввести относительную величину для влажности и давления влаги. Эта величина была придумана и названа дифференциальной влагоемкостью. Итак, следующее понятие – это понятие дифференциальной влагоемкости. Понятие дифференциальной влагоемкости. Оно, дифференциальная влагоемкость, обозначается как С. Вот оно здесь. И есть характеристика влажности и давления. Она характеризует изменение влажности ДТТ по ДП капиллярно-ассорбционное. То есть, если я к образцу прикладываю некое разрежение и начинает из образца вода вытекать, то дифференциальная влагоемкость – это изменение влажности в образце к изменению давления ДТП. Ну, в данном случае в дифференциальном виде. И тогда, вот в этом случае, если мы применим эту дифференциальную влагоемкость, получится, что у нас уравнение уже будет относительно одной величины П капиллярно-ассорбционного. И тогда, если у нас одна переменная в уравнении, решение этого уравнения возможно. Таким образом, основой всех передвижений влаги, ну и, соответственно, веществ, газов и прочего, будет являться вот это уравнение, уравнение, которое выражено в отношении капиллярно-ассорбционного давления и в котором большое значение имеет вот эта вот величина С. С – дифференциальная влагоемкость. Это уравнение, вот в таком виде, получило название по имени ученого, предложившего, выведшего этого уравнения, уравнение Ричардса. Это уравнение Ричардса, он получил его в начале-середине прошлого века, и потом уже оно вошло в практику тех математиков, физиков, гидрологов, которые захотели сделать физически обоснованную модель движения влаги. И потом уже сначала в Израиле, потом в Америке были сделаны ряд моделей, использующих уравнение Ричардса, в основе которого, конечно же, лежит вот эта вот величина дифференциальной влагоемкости. Что это такое? Я вам напомню, что такое величина дифференциальной влагоемкости. Во-первых, придется вспомнить, что такое основная гидрофизическая характеристика. Основная гидрофизическая характеристика, или Water Retention Curve, это зависимость между влажностью, объемной, подчеркиваю, и давлением капиллярно-сорбционным. Как правило, вместо величин давления используют величину Пи-Ф. Это логарифм давления влаги, взятого по абсолютной величине и выраженного в сантиметрах водного столба. Для каждой почвы эта зависимость уникальная. Я рисую самый общий вид этой зависимости. Эта зависимость уникальна, единственна, и характеризует все водные процессы водоудерживания, а во многом и влагопроводность почвы. Это зависимость между влажностью и давлением влаги. Эта точка, где давление влаги стремится к нулю, это у нас условия насыщенные, где влажность, это насыщенная почва, где влажность стремится к пористости. А эта влажность уже уменьшается, и где-то вот на этом участке влажность уже близка к влажности заведания и к другим почвенно-гидрологическим константам в виде максимальной гигроскопической влажности, если вам эти константы ближе к душе, ближе к пониманию. Итак, получается, что дифференциальная влагоемкость есть отношение изменения давления. Вот я рисую дельта P, а это вот изменяется дельта тета на графике при изменении дельта P. При изменении дельта P ввели дифференциальную влагоемкость. Хорошо получилось, вроде бы получилось вот такое дифференциальное уравнение, которое возможно решить, которое может решаться в математических моделях, а раз решаться в математических моделях, значит, возможно, и описание математическое движение влаги. А значит, если я опишу движение влаги, значит, я и сроки полива могу узнать, и время полива, и если нужно сделать дренаж, рассчитать дренаж. Понимаете, какое поле передо мной деятельности открывается? Когда я могу управлять вводным режимом с помощью вот этой вот математической модели? Да, это так. Так оно и было сделано, только оно получило свои оправдания и свое развитие. Развитие оно получило в том, что решение этого уравнения потребовало других способов. Я уже об этом намекнул, что наши имитационные модели требуют решения сеточным методом в конечно-разностной форме. Вот представлено то же самое уравнение, которое мы только что видели, но в конечно-разностной форме. Что это значит? Это значит, что мы житом обозначили время. Значит, если жи просто время сейчас, жи плюс один, время в следующий момент. Соответственно, П с житым указателем вот этим вот, это давление влаги в настоящий момент времени. П с жи плюс один, это давление влаги в следующий момент. А и, вот видите в подстрочничках здесь, и это у нас слои, слои, почвенные слои. И так получается, что для того, чтобы решить вот это уравнение, нужно использовать другие способы решения. А именно, конечно-разностную схему. И для того, чтобы использовать конечно-разностную схему, нужно разбить почву на слои и рассматривать по времени этот процесс. Вот что и происходит. Вот у нас представлены слои, и ты слой, и минус первый слой, и плюс первый слой. Представлены слои в почвенной толще. Вот это почвенная толщина. Расстояние между слоями есть дельта z. Вот та величина, которая у нас и стоит в уравнениях. Дельта z. А вот эти столбцы указывают у нас время. Ж и ж плюс один. Житый – начальный момент. Сейчас то, что в почве имеется. А ж плюс первый – это то, что будет в следующий момент времени. Очень бы хотелось рассчитать давление в следующий момент времени. Это значит, я предскажу, какое давление будет в следующий момент времени. То есть я сделаю прогноз. А мы к этому и стремимся. Для того, чтобы прогнозировать, когда мне поливать растения, сколько поливать моё поле, нужен ли дренаж, мне нужно прогнозировать, будут ли растения страдать от избытка воды, на какой глубине этот дренаж должен быть. И так далее. Круто вопросов встаёт для того, чтобы правильно, научно-обоснованно управлять водным режимом, ну и, соответственно, питательным режимом, воздушным тоже на поле, в сельскохозяйственном поле. И не только на сельскохозяйственном поле, а вообще в ландшафте, будь то ландшафт искусственный или естественный. Итак, мы разрисовали с вами сеточную схему. Здесь слои и ты, и минус первый, и плюс первый, выше лежащий и ниже лежащий. Житый, время настоящее, Жи плюс один, время будущее. А это указаны коэффициенты проводимости между слоями. Вот эти вот коэффициенты, которые нам необходимы для того, чтобы посчитать перетоки. Итак, мы расписали это вот уравнение, уравнение переноса Ричардса в конечно-разностном виде. П и Т, П и Т, Жи плюс первый момент, вот она, вот величина, минус П и Т, Жи Т на дельта Т. У нас в исходном виде стояло ДП по ДТ. Здесь у нас стоят градиенты давления. П и Т минус П и плюс первое, то есть градиент между вот этими слоями, минус градиент между этими слоями. Это расчёт, как бы, перетоков влаги. Но заметьте, заметьте, что неизвестное в этом представлении только одно, вот оно, давление влаги в Итом слое в Жи плюс первый момент, П и Т в Жи плюс первый момент. то есть давление влаги, которое будет в то время, в будущем, в Жи плюс первый момент времени. Давление влаги, которое я хочу прогнозировать, Жи плюс первый момент. А он уже рассчитывается, этот Жи плюс первый момент в Итом слое на основании уравнения Ричардса. Я могу чётко рассчитать вот это давление влаги в Жи плюс первый момент. Ну, а если я буду знать вот здесь вот на поверхности давление, вот здесь вот, в Жи плюс первый момент времени, и вот в слое И минус один, аналогичным образом я могу рассчитать и давление влаги в И минус первом слое в Жи плюс первый момент. А если я буду знать давление влаги внизу, на нижней границе, вот этого слоя И плюс первого, и применяя это давление, и давление влаги в И плюс первом слое, я аналогичным образом могу рассчитать И давление влаги в Жи плюс первый момент, И плюс первом слое. То есть, я рассчитаю все давления влаги вот в этих вот слоях. Но уже в следующий момент времени, в Жи плюс первый момент, я осуществляю шаг расчёта. я осуществляю итерацию, когда от Жи того момента, используя одну и ту же формулу, я перехожу в Жи плюс первый момент. И здесь получаю снова распределение давления влаги в И минус первом, И там, И плюс первом слоях, но в Жи плюс первый момент. А дальше я снова употребляю на это уравнение. Если я в следующей операции могу получить давление влаги в слоях, в Жи плюс два момент, потом в Жи плюс три и так далее, и так далее. Я могу осуществить физически обоснованные долговременные прогнозы. Мне надо знать, исходя из вот этой сеточной схемы, мне необходимо знать. Первое. Начальное распределение давлений. Начальное распределение давлений. Вот это давление, которое в данный житый момент наблюдается в почвенных слоях. начальное распределение. Начальное распределение по слоям. Распределение по слоям. По слоям и там. в математическом моделировании это называется начальные условия. Начальные условия. Начальные условия. Это первое, что нам необходимо знать. Второе, то, что нам необходимо знать, чтобы осуществлять вот такого рода прогнозные расчеты. Расчеты жи плюс первое, потом жи плюс второе, жи плюс третий момент времени. Надо знать давление внизу, для того, чтобы здесь рассчитать давление. И наверху, для того, чтобы рассчитать давление здесь именно с первым слоем. то есть давление сверху и условия давления снизу. А это у нас называется второй момент граничное условие. Граничное условие. Как правило, верхняя граница ВГ аппо-бондери в моделях будет называться аппо-бондери. Верхняя граница это поверхность почвы, на которую падают осадки, осадки, испарения, идет поливы и так далее. Верхняя граница почвы. И нижняя граница почвы. Нижняя граница почвы это граница снизу данного представления почвы. Граница снизу, там, где происходят процессы либо стока, либо притока, либо влажность постоянная, как в случае гидроморфных почв, когда внизу у нас, например, вот здесь, внизу почвенного слоя стоит вода, значит, влажность будет постоянная, почва будет насыщена теми самыми грунтовыми водами. Это тоже одно из условий формирования так называемых гидроморфных почв. И так это нижняя граница почвы. Нижняя граница и мы о ней будем специально говорить, так как математики предложили условия трех родов. Условия трех родов первого рода, второго и третьего рода на нижней границе для того, чтобы расчеты протекали достаточно удобной в то же время строгой математической форме. условия трех родов на нижней границе. Эти условия могут быть адекватно описаны, адекватно соответствовать природной ситуации, которую мы с вами знаем, видим и чувствуем по роду нашей специальности. итак, это второе необходимое условие для того, чтобы производить расчеты. Третье необходимое условие, о нем мы постоянно говорили, я должен знать гидрофизические функции. гидрофизические функции. Гидрофизические функции. Первая из этих функций изображена здесь. Это основная гидрофизическая функция. В случае в России мы говорим ОГХ, основная гидрофизическая характеристика. Многие из вас определяли ее экспериментально, работая на практику по физике почв с капилляриметрами, когда из почвенного образца через керамическую мембрану вода отсасывалась в бюретку, и вы следили за уровнем воды в бюретке. Это как раз был уровень воды, указывающий на количество вытекшей воды в определенный промежуток времени. И вы получали основную гидрофизическую характеристику, которая в моделях выражается, ОГХ выражается в моделях, она нужна в виде величины дифференциальной влагоемкости, равной дтэта по дп. Дифференциальная влагоемкость, которая рассчитывается как дтэта изменения влажности по дп. и вторая гидрофизическая функция – это функция влагопроводности. Функция влагопроводности, мы говорили, что это функция проводимости почвы, способности почвы проводить поток влаги от давления влаги. как правило, говорят о функции зависимости коэффициента влагопроводности от давления влаги, но в принципе, если нам известно ОГХ, это может быть и функция влагопроводности, коэффициент влагопроводности, как функция от влажности. в случае наличия основной гидрофизической характеристики, это уже существенного значения не имеет, какой аргумент мы будем выбирать либо давление, либо влажность. Итак, вы видите три позиции, совершенно четко указывающие на то, что мы должны использовать, какие данные мы должны использовать о нашей почве, и это все называется экспериментальное обеспечение моделей. обеспечение моделей. Значит, это все называется экспериментальное обеспечение моделей. И модели визуально так представлены, что вот это вот экспериментальное обеспечение модели вы можете видеть на страничке, которая называется пре процессор. препроцессор. То есть есть определенная страничка в любой модели, на которой сформированы определенные таблички, которые вы должны заполнить перед тем, как модель использовать, чтобы модель заработала. то есть первое, вы должны обязательно указать начальное распределение. Ну, в некоторых моделях, например, по расчету пестицидов начальные условия вам предлагаются использовать, но это весеннее снеготаяние, влажность в профиле почвы после весеннего снеготаяния, для того, чтобы потом рассчитать движение воды, а, соответственно, и движение пестицидов по профилю, их распределение в почве этих пестицидов, начиная с весеннего снеготаяния. это будет начальное распределение, начальные условия, начальные условия, которые и требуются нам по нашему экспериментальному обеспечению. Граничные условия, о них мы еще немного поговорим, когда мы будем говорить о непосредственных граничных условий первого, второго, третьего рода. Так вот, граничные условия, тоже вы увидите табличку, в которой вам будет предложено выбрать, что происходит на нижней границе. И вы, никто другой, не бог, не царь, не герой, а именно вы должны выбрать, какое из условий наибольшей степени соответствует той почвенной ситуации, которую вы хотите промоделировать и прогнозировать. Опять-таки, потребуется ваше знание, ваше знание о почвенных условиях, о том, как функционирует почва, ваше знание о водном режиме той или иной почвы, для того, чтобы выбрать условия определенного рода, граничные условия. Ну и, наконец, гидрофизические функции. Конечно, конечно же, в идеале гидрофизические функции получают экспериментально. И те, кто из вас определял экспериментально эти функции, знают, что это длительное, кропотливое, трудоемкое дело. гидрофизические и способы уйти от этих экспериментальных процедур, поступить значительно проще. Об этих способах мы и будем говорить специально, потому что все моделирование сейчас именно и нырнуло в эту сторону, в сторону упрощения получения вот этой экспериментального обеспечения. Потому что экспериментальное обеспечение это, во-первых, дорого, это специальные знания, специальные приборы, специальное обучение. В сумме это, конечно, дорого. И поэтому все математическое моделирование немножко развернуло в сторону облегчения этих процедур, пытаясь при этом не уменьшить точность расчетов без потери точности. Но это очень характерный момент нынешнего времени. Времени, когда экономят на экспериментальных процедурах для того, чтобы осуществить прогнозные расчеты. Момент тонкий, и его всегда надо иметь в виду, как бы вот за этим тонким моментом нам не потерять сути происходящих процессов. Поэтому каждый раз, каждый раз прошу вас, привлекайте собственные знания о той почве, которую вы моделируете, о тех процессах, которые вы воспроизводите в виде водного, теплового, воздушного или солевого режима, тех процессов, теоретические основы которых вам читали мои коллеги, преподаватели, это всегда настраивает на то, чтобы адекватно воспринимать результаты расчетов. Но, говоря о сегодняшней лекции, заканчивая сегодняшнюю лекцию, я повторю, что экспериментальное обеспечение моделей включает три основные главенствующие позиции. эти экспериментальные обеспечения формируются и вводятся в цифровом обозначении, в цифровом значении при процессоре любой математической модели. Вот здесь, на этом слайде конечном на сегодня вы и видите экспериментальное обеспечение моделей влагопереноса. Ну, а влага это основной действующий герой от влаги зависят и солевые процессы от влаги зависят и питательный процесс в конечном счете и микробиологические процессы процессы всей почвенной жизни и что с этой почвенной жизнью связано. Итак, повторюсь, ОГХ, функция ОГХ, зависимость влажности от капиллярно-сорбционного давления почвенной влаги. Вот эта зависимость изображенная на доске. Функция влагопроводности тоже послойна для каждого слоя почвы. Мы видели это в случае расчетной схемы. Это зависимость влагопроводности от давления влаги. Условия на верхней границе, условия на нижней границе и начальные условия. Все эти необходимые части для экспериментального обеспечения приходится вводить в цифровой форме и в основном в виде результатов ваших экспериментов либо в результате ваших наблюдений за теми почвенными условиями, которые могут быть на данном участке. На участке, который вы хотите воспроизвести, предрассчитать. На сегодня все. Спасибо. Спасибо.